В Новосибирской области разработана программа развития сферы детского летнего оздоровительного отдыха. Тема стала актуальной по мотивам нынешнего уже закрытого сезона. Напомню, для стимулирования детского отдыха правительство России ввело так называемый кэшбэк для возврата 50% стоимости путевки. В Новосибирской области эта программа выполняется, спрос на загородный отдых в лагерях вырос. На развитие этой сферы из региональной казны потратили 400 миллионов рублей. Это и путевки для льготников, и вклад в инфраструктуру. Отсюда новые планы с перспективой на 10 лет, которые сегодня представили на оперативном совещании в правительстве региона. Первое – это организация безопасного детского отдыха и оздоровления, в том числе в условиях ограничений, связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. Второе – это реализация стратегии развития сферы отдыха и оздоровления в Новосибирске на период 22-32 годы. Третье – разработка региональной программы по улучшению материально-технической базы организации отдыха детей и их оздоровления. Одобряя перспективные планы, губернатор также указал и на недостатки в работе правительства. По мнению главы региона, нельзя затягивать с решением проблем, которые ведут к чрезвычайной ситуации. В ходе рабочей поездки Андрей Травников узнал, что есть село без воды. Но министерства ведут работы так, будто речь о плановом объекте. Если мы будем проходить все эти процедуры, перечисленные, то вода у них появится только в декабре, что, конечно, недопустимо. Я так понимаю, мы принимаем решение по ЧАЭС и по выполнению мероприятий по ликвидации этой ситуации, для того, чтобы иметь возможность сделать это оперативно. Мы можем быть ограниченным сроком проведения работы, но на это никак не должны влиять сроки наших процедур длинных, затянутых. Вот это нужно ликвидировать. То есть подрядчики должны приступить к выполнению работ немедленно. Продолжение следует...